На фоне критики со стороны оппозиции, проект закона о выделении ежемесячных пособий до 500 евро детям дипломатов будет изменен или даже отозван из парламента. Об этом заявил в среду перед заседанием правительства генеральный секретарь Министерства иностранных дел Михай Мыцу. По его словам, проект касается детей дипломатов, работающих в определенных странах, а финансовые последствия незначительные. В том, что касается реакции или давления со стороны общества, естественно, что мы, как ведомство, которое руководствуется правовой нормой, собираемся изучить и принять во внимание все мнения, высказанные по этому поводу. Однако это не означает, что мы вообще откажемся от этой инициативы, которую приветствовала вся дипломатия. Это нужно предусмотреть. Но если окончательным решением будет приостановить или отозвать проект, мы это сделаем. Проект поправок в закон о дипломатической службе парламент принял пока в первом чтении. Разработанный депутатами от партии «Действия и солидарность» проект предусматривает в том числе выделение ежемесячной компенсации в 500 евро на обучение детей дипломатов, работающих за рубежом. Компенсация полагается на получение начального, среднего и высшего образования несовершеннолетним детям чиновников. В перечне бенефициаров значились 123 ребенка. Предполагалось, что из госбюджета на эти цели ежемесячно будут выделять 1,2 млн. леев. В первоначальном варианте размер выплат достигал 700 евро. Их предлагалось выплачивать детям дипломатов в возрасте до 23 лет. Законопроект подвергся критике со стороны оппозиции. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов заявили, что таким образом правящая партия намерена коррумпировать дипломатов в преддверии президентских выборов. Народные избранники от оппозиции заявили, что обратятся по этому поводу в Конституционный суд. Такого же мнения придерживается лидер партии развития и объединения Молдовы Ион Кику. А председатель нашей партии Ринато Усатый отметил, что поддержка детей Молдовы не должна осуществляться избирательно и дискриминационно.